Здравствуйте, на канале Лабутнадского телевидения программа Архив ЛТВ. В ней я предлагаю вам вспомнить телепередачи, с момента выхода которых прошло уже немало лет, но посмотреть их снова будет интересно. Ведь годы идут и, оглянувшись назад, можно слежить в памяти те или иные события. Иногда подбираем соответствующий повод. Например, на дворе весна. Это время больших субботников, время приводить в порядок наш город. А есть люди, которые занимаются этим круглый год. Подметают, копают, чистят, убирают. О них в 2012 году была снята программа «Испытана на себе». Ее вам и предлагаю посмотреть. Генеральная уборка. И мы всех и каждого призываем выйти на субботник. Но есть те, для кого такие субботники проходят каждый день. Для того, чтобы узнать, насколько тяжела профессия дворника, мы отправились на съемки очередной программы «Испытана на себе». Свою генеральную уборку мы решили начать с центральных улиц города. А потому отправились в управляющую компанию «Ямалстройсервис». Мне, как настоящему дворнику, выдали оранжевую жилетку и рабочий инвентарь. На рабочие участки дворники добираются по-разному. Бывает, и пешком приходится ходить. Но сегодня повезло. Есть машина. А вот и наше место уборки. Наводить чистоту нам предстояло во дворах домов номер 8 и 10 по улице Школьная. Благодаря транспорту до нужного нам участка добрались в считанные минуты. Пеший ход занял бы гораздо больше времени. А оно у нас на вес золота. Работы здесь, что называется, не в проворот. Особое место в этих дворах занимают детские площадки. Весна уже освободила горки и качели от снежного покрова. Только вот непонятно для кого. Судя по этой картине, отдыхают здесь взрослые. Разбираться, кто виноват, мы не стали. Зато смогли дать ответ на вопрос, что делать. Конечно, наводить чистоту. Так, ну что, вот мы прибыли на место нашей работы. У меня с собой настоящий рабочий инвентарь, дворник, ограбли, современная пластиковая метла. Новенький, кстати, чистый мешок для мусора. Ну а фронт работ нам распределит начальник участка. Она выезжает каждый раз и распределяет работу дворников. Тамара Григорьевна. Сегодня мне предстоит работать, я так понимаю, в команде с мужчинами. Что нужно нам сделать и, в общем-то, объем работ какой на сегодня? Сегодня по графику у нас уборка территорий школьная 8-10. В первую очередь начинаем убирать от подъезда, потом переходим на детскую площадку, убираем. Вокруг дома вся наша территория. Подметаем, выметаем, около бордюров выметаем, мусор в мешки собираем, около контейнерных площадок все убираем. Под грабли, под метлу. Потом я приезжаю, все проверяю. То есть контроль будет? Конечно. Периодически я буду подъезжать. А дается ли какое-то время на уборку определенного участка? Или это уже как справиться? Нет. У нас есть по графику. У нас день, допустим, на этот дом. Раньше справимся, значит, перейдем на другие объекты. Если не справимся, значит, тут остаемся еще будем. И после обеда тоже. Так. А если вдруг, допустим, плохо убрана доработка? Я приеду, проверяю. Да если мне что-то не понравится, конечно, да убираем все. Но мы стараемся всегда хорошо убираться. Чтобы второй раз не возвращаться. Ну, я, чтобы не ударить грязь лицом, поддержу имидж в ваших дворниках. Будем надеяться, что вы нам поможете сегодня очень. Да. Ну что ж, давайте убираться. Получив от начальника участка последние наставления, приступаем к работе. Свою уборку я начала со сбора крупного мусора. Пакеты, пачки, бутылки и банки. Некоторые, кстати, прежде чем положить в пакет, нужно было еще постараться поднять. Постараться также нужно было и для того, чтобы найти так называемые мусорные тайники. Здесь обнаружила такой вот потайной мусорный мешочек. Непонятно, как он там оказался, но в любом случае его нужно оттуда изъять и выбросить. Потому что сегодня мою работу будут проверять, а значит, нужно поработать на совесть. Так что вперед по самым потайным местам мусора. Так, ну что, теперь, наверное, поработаю инструментами, грабельками и метелкой, ну и пообщаюсь с нашими мужчинами. Из моих напарников самым общительным оказался мужчина по имени Геннадий. Дворником он работает не так давно, но и этого срока хватило, чтобы понять. Мусорят лабытнанцы много, а вот убирают за собой мало. Работа дворника в разное время года, она отличается. Если это зима, то, наверное, пойдет работа со снегом и со льдом. Сейчас начало весны, поэтому в ход идут и метелки, да? Геннадий, скажите, вот все-таки в какое время года работать сложнее всего? Ну, сложнее всего это зимой. Зимой? Да, снегу много. Это приходится работать с лопатой? Да, лопата, и трактор, и техника, и все, что там есть. Снег вывозится. А женщины тоже с лопатами, да? Естественно, они клюются, чистят, но нормально, все. То есть здесь нет разграничений? Женщина, мужчина? Нет, тут у нас разницы нет никакой, то есть все одинаково работают. То есть, потому что зарплата у всех одинаковая, и все должны одинаково работать. Все поровну, да? Да, да. А вы давно работаете дворником? Ну, как? Сейчас, ну, вот с того года вот я в декабре устроился, и вот по сей день. То есть скоро почти будет год, да? Да. Работа сложная? Да. Много жителей лопатнанок мусорят? Ой, я вам скажу, вообще все. Я пошел по городу, посмотрел, в некоторых городах даже чище, чем у нас здесь. Потому что люди сейчас вообще, они вот бучки кидаются, кошек, бутылки. Ну, вот я сейчас заметила, что, да, большая, да, масса мусора, основная часть, это вот как раз-таки сигареты, бучки, бутылки из-под пива. Лопатнанцы, бросайте курить и употреблять алкогольные напитки. Не только дворником будет меньше работы, но и ваше здоровье будет сохранным. И желательно мусор под крыльца не оставлять, не бросать. А то они есть некоторые, идут на машину, нет, чтобы выкинуть в контейнер, они раз, под крылечко, и все. А нам за это попадает, потому что мы тоже некоторые не замечают, вот так вот подмели тоже, и все. Начальство приехало, подмели, мусор бежит. То есть начальство даже под крылечко может заглянуть и посмотреть, все ли вычищено. Это, да, это у них, конечно, это самое. Но уже, они же это самое, контролируют, вот мы вам деньги платим, а почему вы плохо убрали? Все, вот это уже попадает. А вот жители, никакое отношение дворов? Обычно все-таки благодарят, что вот спасибо, что чистоту наводите, или критикуют за то, что лучше убирайте? Ну, все. Есть некоторые, что вот там вот не убрали, там вот тоже есть вот крылья. Ну, как начальники ходят, вот там, там вот не убрали, как пальцами тыкать, все это самое. А некоторые возмущаются, что вот у нас вот то нечищено, это нечищено. Им говорят, что это не мы, что это обслуживаем от кино, а кто. И вот начинают спор вот это, ну, и скандал, как говорится, получается. То бишь стараешься уходить от ответа, с ними, чтобы не разговаривать, ну, чтобы не было скандала. Потому что потом начальству докладывают, и по шапке получаешь за это, что ругаешься. Так, ну, чтобы нам от начальства не досталось, нужно все-таки убираться. Мы тут немножко договорились, давайте продолжать работу, чтобы успеть сегодня. Иногда у меня возникало ощущение, что я испытываю на себе профессию не дворника, а археолога. Только вот находки мои были слишком предсказуемы. Во время уборки мысленно составляю рейтинг тех предметов, которые попадаются чаще всего. На первом месте оказались окурки от сигарет, на втором – пустые бутылки, ну, а на третьем – жестяные банки. При работе с мелким мусором в ход идет профессиональный инструмент. А сколько у вас в бригаде дворников? Так, ну, сейчас вспомним, так. Человек 10-15. 10. Ну, вот смотрите, сегодня приехали 4, да, я 5-я. А вот сейчас с вами получается такая парная работа, да, вот эти вот мелкие бычки просто невозможно убирать руками. Один подгребает, другой убирает. А вообще хватает вот вас количества? Хватает. Если помощь нужна, то мы звоним начальнику участка, вот непосредственно Тамаре Григорьевне, и она уже из техники отправляет сюда человека, и вот нам помогает. Если слишком трудная работа. А если вот так, как сейчас, то проем четвером справляемся. А трудная, это что значит? Гораздо больше мусора? Ну, там есть крупногабаритные, доски, кирпичи, знаете, строительные, вот такие вот выкидывают, возле бордюра бросили, и все. И ушли, как говорится, жильцы. Вот, то есть сделали ремонт, вот как мы сейчас недавно проезжали, там вот, возле дома мешков много, вот, тоже нам убирать уйдется. Вот, сделали ремонт, и бросили, как говорится, отпускают, убирают. Так, ну, что с этим добром-то будем делать? Давайте вот так вот так вот-таки в одну кучку, да? А вообще вот так, наверное, руками по-другому никак, да? Вот как эту мелочь собрать? Да, да. А перчатки вам выдаются ежедневно, да? Да, каждый день. Каждый день. Потому что перчатки мараются, их не постирают, они все грязные. Уважаемые курильщики, посмотрите, вот, что это все происходит. Да, сборник вручную собирает все вот эти вот бычки. Судя вот по этому участку, здесь в основном женские сигареты. А что-нибудь интересное, ценное удавалось находить во время уборов? Ну, желал, они часы находили, и сколько вот порой убираешься, и деньги находишься. Там нечем подвластить рублей, подвластить. В этих подъездах в основном. А так представляете? Бывают железные, в железном виде, бывают влажные. Я в последний раз убирался, что врубит 200 тысяч рублей, но я нашел кащик. Небольшая, небольшой бонус к работе. Слушайте, а так неплохо в день-то по десяточке, да, находить? Вот так вот, по-моему, убираешься, например, рубль, два, три. Вот так вот дворники сами себе, наверное, еще и примем. Сколько нашел, столько их получил. Дворник – профессия самая невидимая и самая необходимая. Дворник не заметен, пока он есть. И наоборот, если вся улица зарастает мусором, значит, дворник не работает. Увидев приближающуюся жительницу одного из подъездов, почему-то ожидала либо критики, либо похвалы в адрес местных блюстителей чистоты. Но ни того, ни другого не услышала. Продолжаем убираться. Через несколько минут мое внимание привлекла странная находка. Слушайте, работа дворника уникальна тем, что столько интересных находок попадается во время уборки. Кто-то, конечно, находит деньги, кому-то везет больше. А я вот нашла такую замечательную поделку из пастелина, детская корзиночка. Там внутри даже есть своя ноша, это камушек. Ну вот, возможно, даже мусорят и дети. Поэтому я призываю к чистоте и порядку всех лабутнанцев. Прекратите мусорить. Вот уже почти час, как я работаю дворником. Но ощутить, что я на работе, пока не получалось. Все это мне напоминало субботник. И потратить пару часов на пользу родному городу было в удовольствие. Но вот представив, что вот так надо работать каждый день, в любое время года и почти в любую погоду, становится жутковато. Особенно вспомнив, что в нашей бригаде за домом убираются две женщины. Но что поделать, деньги зарабатывать надо. И нет ничего постыдного в том, что они зарабатываются нелегким, но зато честным трудом. Кстати, мне в эту профессию пришлось добавить немного творчества. Взлететь на метле у меня, конечно, не получилось, а вот согреться очень даже удалось. Я пила на веселе и летала на метле, хоть сама не верю я в это, что я верю я. Это называется мусор в труднодоступных местах. Его на самом деле очень трудно оттуда достать, еще лед не мерз. А вообще, знаете, вот судя по найденному вот этому мусору, очень жаль, что у нас сейчас нет пунктов приема пустых бутылок. Потому что, судя по количеству вот этой тары, дворник, кстати, мог бы неплохо заработать на найденных бутылках. В общем-то, вот и получается хороший такой бонус. Так, что у нас тут? Пиво, минералочка, еще пиво. Слушайте, ну вот как здесь? Нужно как-то... Вот, посмотрите, целый склад. Да уж, теперь я не знаю, что в рейтинге самого популярного мусора ставить на первое место – окурки или все же бутылки. Возможно, сделать окончательный вывод поможет детская площадка. Но перед тем, как приступить к уборке, я решила на пару минут окунуться в детство. А-а-а! Как я теперь отсюда слезть? А-а-а! Я боюсь! Я реально боюсь, я сейчас... Что делать, если я боюсь? Плазь назад. А-а-а! Назад. В каждой работе бывают свои пятиминутки, но в нашем случае попасть на детскую площадку трудно было удержаться от того, чтобы не впасть в детство. Единственное, есть у нас еще сторонние наблюдатели, которые контролируют качество нашей работы. Однако контроль за нами был не только из окон дома. Начальник участка Тамара Григорьевна приехала нас попроведать, а заодно и посмотреть, насколько максимально у нас получилось навести чистоту в зоне профессиональной ответственности. Гена, вот эту площадку надо убирать. Это очень плохо убрана площадка. Это не видно, убиралась она, не убиралась. Вот эти деревья сломанные, все убираем. Вот эту старую траву, листья прошлогодние. Вот это все выгребаем. Окурки эти все выгребаем. Не спешим. Все это вручную, да? Вручную собирать или граблями, как получается. Метлой, но убирать надо. Спешить не надо. Надо убрать, чтобы люди видели, что мы убирали. А мы прошли, как будто убирались или не убирались, не понятно. Вот эти кирпичи старые, вот это все убирать надо. Да, да, не спешим, Гена, не спешим. Идем качественно, все убираем. Потому что через день нам придется возвращаться сюда, а это не делать. Объяснив начальству, что работу немного замедляет наш съемочный процесс, и Геннадий вовсе не виноват, мы принялись исправлять погрешности. И уже совсем скоро перебрались на детскую площадку. Детскую площадку надо убирать тщательно, потому что это дети, стекла убирать, все. Потому что порежутся, не дай бог, потом родителям. Это больницы, скорая. Ну да, есть ваша ответственность. И нам по шапке дадут, потому что мы плохо убрали. Слушайте, ну чтобы нам по шапке не дали, конечно, нужно убрать. А у вас не предусмотрены в работе никакие перерывы? Ну, пять минут можно перекрыть. Так можно? Ну, давайте, вы расскажите мне. Скажите, вот у вас в бригаде все-таки большинство мужчин, да, получается? Да, в основном мужчин. Это связано с тем, что работа все-таки физически тяжелая или морально женщины не выдерживают? Физически. Вообще мусору много. В основном вот эти вот петарды, банки, всякие вот эти вот. Вот сейчас вот убираем территорию, и в основном вот эти вот от петард вот эти вот всякие бумага. То бишь трудно тоже ее брать, она может примерзает к снегу, к земле. И вот ждешь, пока она оттает, чтобы ее убрать. Если определить детская площадка дает взрослой территории, а все-таки где больше мусора? Наверное, там, где взрослые, да? В основном дано взрослые, но тут и на детскую площадку взрослые почему-то постоянно приходят, начинают распивать спиртное, сигареты, бучки. Проблема одна и та же, только переходящие. Детям играть негде получается. Дети начинают по подъездам лазить и тому подобное, мусорить тоже так вот. Вот откуда все берется, да? Дорогие лабутнанцы, поэтому если вы хотите помусорить, то мусорьте хотя бы тогда уж под своими окнами, но не ходите вы на детскую площадку. Да, или возле своих дверей. Смотрите, что происходит на детской площадке, а здесь, между прочим, играют наши с вами дети, поэтому давайте будем аккуратными, правда? Да. Ну что, пора за работу? Ну да, давайте поработаем. Ну что ж, фронт наших подметателей. Работа закончена, надеюсь, что мы потрудились на славу. Ген, спасибо вам большое за наставничество. Единственное, вот знаете, что мне интересно, если сравнить на контрасте, да, вот мы в центре города убирались, мусора достаточно, вот как вы думаете, на окраине что происходит? Ну, на окраине я не знаю, что там творится, конечно, вообще, наверное, еще страшнее, чем у нас здесь. А вот это я предлагаю вам узнать буквально через несколько минут. Сейчас мы поедем убираться на территорию БАМа и геофизиков, в общем, отдаленный район нашего города, поедем очищать от мусора и грязи. Ну, а я еще могу сказать. Передаю привет всем своим коллегам по работе в дальнейших этих территориях, которые убираются. Удачи вам, ребят. Ну все. А это уже другая детская площадка, и отличают ее не только то, что она находится в другом районе города, мы сейчас находимся на БАМе, это отдаленный район, но и то, что мусора здесь в два, а то, наверное, в три раза больше. Убрать нам предстояло небольшую территорию детской площадки и немного за ее пределами. Но когда я огляделась, поняла, работа здесь – вагон и маленькая тележка. Кстати, наверное, тара именно такого объема нам и понадобится, чтобы вывести весь здешний мусор. Вся уборка на этой территории легла исключительно на женские плечи. В бригаде дворников ЖКХ «Ямал», а именно они и обслуживают эту территорию, работают в основном одни женщины. Возможно, это не случайно, ведь у прекрасной половины человечества какая-то особая потребность в чистоте и порядке. Знаете, как показывает практика, обычно претензии есть у жителей двора к дворнику, что они плохо убирают. Но была бы я настоящим дворником, у меня, наверное, были бы, ну, если не претензии, то огромное желание пообщаться с жителями вот этой квартиры. Да, то есть, судя по тому, что здесь и какой главный мусор, да, становится понятно, откуда он здесь берется. Может быть, немножко позже у нас появится возможность пообщаться с этими любителями чистоты в своей квартире и любителями помусорить на территории возле дома. Да уж, работка не излезная. Хотя, если быть оптимистом, то и здесь можно найти кое-что положительное. Ну, например, во время уборки можно поразмышлять о смысле жизни, о планах на будущее или направить свои мысли в творческое русло. Дворник, дворник, ты могучий, собираешь мусора ты кучи, и окурки из травы щипаешь, а вот кто курил и бросил, ты не знаешь. Как грибы бутылки собираешь, и лишь только об одном мечтаешь. Дать бы в руки грабли и лопату тем, кто мусорил вот здесь когда-то. Да, ну и работка. Как и на предыдущем участке, здесь также попадались удивительные находки. Ого, посмотрите, что я нашла. Пойдемте, пойдемте со мной. Этого не может быть. Посмотрите, посмотрите. Это же чистый, практически не заваленный мусором участок земли. Этого не может быть. Я думаю, что с таким количеством нам мешков не хватит. Как быть? Да не хватит, не хватит. Не хватит. Всегда так много мусора здесь, да? Да, каждый год. Я уже закакала, вот столько я доработала. Дети, дед, участок вот этот обрабатывала. Сейчас я мало пришла, опять мои же давайте. Ваш участок? Да. Вы отсюда никуда, да? Никуда. А пробовали как-то с жителями разговаривать, чтобы меньше мусора? Ой, бесполезно. Бесполезно? Конечно. Они могут ума там послать. Так и больно. Да. А вот как все-таки вы считаете, это женская работа? Да или все-таки пусть мужчина такую физическую испытывает нагрузку? Ну, мы сейчас в данное время по одному работаем уже. По одному? Я одна, вот допустим, на геофизиках, да? Ну, 19 домов, допустим, бывает у меня. 19 домов? Да. У одной? Да. Мы по одному. На человека сколько у нас? 100 домов, да? Ну, на человека, ну, я посчитала, которые эти вот на зиму мы чистим, то выходит 80 домов. На одного человека 80 домов. Какой уровень? В месяц должны в три раза их почистить. В месяц три раза. А как вы с этим справляетесь? Ну, бывает, что не справляюсь. Не прошло и получаса, как у нас уже набралось несколько мешков с мусором. До контейнера тащить их далековато. Да и к тому же осколки от бутылок прорезали полиэтилен. И пакеты с содержимым разваливались на глазах. Поэтому к нам на помощь пришла спецтехника. А тут ее тогда оставить там? Да, да. Вот еще пакет. А, она для мусора взяла. А, для мусора. А, для мусора. От крупного мусора мы избавились. Отправляемся на фронт подметательных работ. Метла уборщическая, отечественная, с негнущейся деревянной держалкой, с потрясающе прочными пластиковыми прутями. Лабутнанцы, приобретайте метелку в магазинах нашего города, заимствуйте у соседей и выходите на общегородской субботник. Кстати, что касается профессии. Многие из городских дворников имеют образование и другую специальность. Убирать дворы и улицы порой заставляет жизнь. Все равно надо где-то работать. Ну, не знаю. У меня есть профессия, но мне вообще не разрешают под профессией. А вы кто по профессии? Штукатур-маляр. А вы? А у меня педагог-организатор досуга. Вы педагог. А почему вот в дворники пошли? Ну, это лет 20 прошло тому назад. Я сейчас все это забыла. Опыт, то есть не знание. А ну работали педагогом когда-то? Работала. Работали, да? Ага. Ну, в дворники пойти заставила, да? Жизнь? Что-то сейчас заниматься же. Деньги зарабатывать как-то много, да? А вот приходилось сталкиваться с какими-нибудь, знаете, вот людскими насмешками или какое-то такое, ну, принизительное отношение, что вроде бы вот так, знаете, обслуживающий персонал. Ну, вот сейчас... Или все-таки уважение есть? Чего больше? У меня был один случай, это я работала в ЖКХ. Так, и что было? В ЖКМ-сервисе. Жительница, она или больная, или что вообще. Сказали, что она биохимию проходит. Так вот она меня обматерила, как могла. За что? Плохо убрались или что? То, что был лед, а я сикачем лед убирала. Вот, в общем. Ему что-то не понравилось? Да, да, да. Как вы отреагировали? Вызвали милицию. А, то есть даже дело до милиции дошло? Обидно было? Ну, конечно. У меня плакало, конечно, очень сильно. Ну, потом мы приехали, они извинялись. Исправились, да? Да. Ну, все-таки, вот чего больше, да, по отношению до тех же жителей? Равнодушие, да? Ну, убираете вы, вас они замечают. Либо какое-то пренебрежение, что вы обслуживающий персонал, либо все-таки благодарят, что спасибо, что убирают. Спасибо. Большинство я уже... Ну, да, потому что у меня получается так, что я обслуживаю те же самые дома, которые есть в сети... То есть уже много лет, да? Да, 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 что меня люди уже знают, и очень мы здороваемся, и бывает, что и чай могут пригласить попить. Надо же. Что? Была бы возможность, ушли бы, Верников? Ну, конечно, я бы, да. Ушли бы? По профессии. Я уже устала. Нет. Морально устали или физически? Физически. Физически. Маша, а вы? Ну, вы еще месяц, но как бы вот так. Ну, я сейчас себе... Как вам объяснить-то, блин? Ну, как вам объяснить-то? Пошли бы по профессии или куда-нибудь... Ну, я еще заново, все, я начала бы, я бы пошла бы, конечно. А сейчас, конечно, не пойду. Я не пошла бы. Ну, говоришь, что человек ко всему привыкает. Да. Жизнь заставляет все равно. Привыкли уже? Привыкал, конечно. Ну, по-вы, за 11 лет привыкли? Ну, да. Привыкли. Как долго планируете еще работать? Ну, пока ребенок... Нет, пока ребенок в школу не пойдет. Я же и ребенка поднимаю еще. То есть, у вас тоже такая необходимая. Ага. Ну что, я вам желаю удачи в этом нелегком труде. И, наверное, все-таки побольше человеческих отношений, да, между жителями дворов, которые вы выбираете, и вами. Чтобы и вы на славу трудились, и жители были благодарны. Ну, я людьми быстрый общий язык нахожу. За жителями зачем? Мне все равно. Мужик или женщина, или ребенок. Спасибо вам большое за то, что помогли им сегодня в съемках программы. Побыли моими наставницами, рассказали о сложностях профессии. На самом деле, очень сложная работа, конечно. Сами видели, да, мусор приходится брать руками. Это соответствующий запах. Даже несмотря на то, что есть перчатки, ощущения отвратительные. Работают здесь женщины, благодарности никакой, зато работы много. И мусора тоже. Так что, дорогие друзья, любите, цените свою работу. Что вам приходится работать в чистоте, в комфорте, в теплом помещении. Так что цените еще и работу дворника, тех людей, которые с этим работают, ковыряются в этом. Ну и, конечно, поменьше мусорьте. А еще лучше, выходите все на субботник общедворовой, общесемейный. И будет вам счастье чистое. Субтитры сделал DimaTorzok